Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. У нас сегодня будет с вами классный эфир, потому что сегодня мы поговорим с вами о том, как раскачать в себе энергию успеха. Поговорим не просто так, поговорим с реальными практиками, поговорим о том, вообще что такое эта энергия успеха. Ну и я уверена, что на некоторые вещи я однозначно переверну ваше сознание. Поэтому пока что мы подключаемся, поскольку мы проходим в прямом эфире, я буквально немножечко жду для того, чтобы мы с вами могли начать. Давайте вообще начнем с основного ключевого момента. Поскольку я занимаюсь изучением сил нашего разума и, в общем-то, учусь сама и помогаю другим людям правильно наладить свой внутренний мир, свои мысли, для того, чтобы наша реальность начинала как-то совпадать с нашими ожиданиями, и не просто была такой, какая случилась, я хочу вам объяснить одну очень важную штуку. Я об этом говорю практически в каждом эфире, но, тем не менее, очень важно об этом помнить, что мы с вами живем по главному вселенскому закону, который гласит «подобное притягивает к подобному». И что бы мы с вами не ощущали, на что бы мы с вами не реагировали, касалось бы это нас, самих или других людей, ту эмоцию, которую мы испытываем, она принадлежит всегда нам. О чем идет речь? Речь идет о том, что все вокруг, что мы с вами видим, может иметь непосредственное отношение к нам, тогда, когда мы эмоционально к этому присоединяемся и начинаем на автомате притягивать к себе подобное. Очень простая вещь. Когда мы говорим с вами о конкуренции, о том, что я завидую своим конкурентам, о том, что они вызывают у меня негативные эмоции, когда мы говорим о каких-то людях, которые вызывают у нас тоже какие-то не те эмоции, и мы говорим, ну я ничего не могу поделать, я не люблю этих людей, я не могу радоваться за этих людей, я ничего, в общем, я могу испытывать к ним только негатив, мы должны помнить одну такую интересную вещь, что пока мы этого не знаем, в принципе, можно так себя вести, но когда мы это знаем, это становится преступлением. А речь заключается в следующем, что тогда мы испытываем какой-то негатив, будь это зависть или какое-то другое негативное чувство, например, по отношению к своим конкурентам, да, конкуренты – это люди, которые всегда бесят, блин, зараза, они сделали лучше, у них больше покупают, или они имеют то, что бы хотелось иметь мне. Но получается такая интересная штука, что когда я начинаю испытывать этот негатив, это чувство начинает притягивать ко мне неприятности, то есть я как бы испытываю его по отношению к ним, но у меня становится от этого еще хуже. Почему? Потому что неважно, что именно в вас какую-то эмоцию вызывает, важно то, что эта эмоция принадлежит вам. И тут можно сказать, что я еще не достиг такого уровня просветления, чтобы радоваться за своих, например, конкурентов, да, ну это реально, блин, как-то стремно, радоваться за людей, которые как будто бы, как тебе кажется, забирают твое, или имеют то, что хотелось бы иметь тебе. Но если вы человек осознанный, то вы должны ставить на весы два вот этих момента. Первое. За них радоваться действительно вроде как глупо, но если я сейчас буду откровенно не контролировать себя, не объяснять себе, что сейчас любое мое негативное чувство еще больше усилит моё, ну не то чтобы не везение, но сделает мне хуже, вот так, не то чтобы еще больше усилить, сделает мне хуже. И когда я понимаю, находясь в какой-то ситуации, что мне человеку очень хочется в глаза, например, сказать, что он козел, вот я вам такой простой очень пример привожу, да, я нахожусь в какой-то ситуации, и мне очень хочется сказать человеку, что он козел, неважно, может быть, это мой партнер, может быть, это мой супруг, может быть, это моя подруга, мне сильно хочется сейчас ему сказать, что он козлина, потому что он себя ведет как козлина, и это очевидно, например. Но я понимаю, что сейчас, как только я это произнесу вслух, пойдут мои эмоции, а мы же когда высказываемся, у нас, знаете, как стоп-кран срывает, а как только я это произнесу, те эмоции и чувства, которые у меня во мне образуются, они притянут в мою жизнь больше негатива, то есть я действую в данном случае эгоистично, и я думаю, ну нет, я сейчас смогу эту эмоцию отсечь, убрать, я смогу с собой, над собой провести эту работу не для того, чтобы ему хорошо сделать, а для того, чтобы себе хорошо сделать, то есть это чистой воды эгоизм, когда вы радуетесь за успехи других, любые успехи, вы делаете хорошо себе, не им, а себе. И если вы будете смотреть на то, что я буду дальше рассказывать с этой позицией, то вам будет гораздо легче. Осознанный человек отличается от всех остальных тем, что он умеет думать. Он свою голову использует не только для того, чтобы носить бигуди, а для того, чтобы думать. Поэтому думаю во благо себе. А теперь давайте поговорим с вами о энергии успеха, о том, что это такое. На самом-то деле, как я вам уже сказала, и я хочу, чтобы вы это запомнили, мы можем притягивать в свою жизнь только то, чем мы обладаем. И это ответ на вопрос, почему в большей степени у людей гораздо больше проблем, почему у людей больше болезней, почему у людей больше кредитов, долгов и постоянных каких-то ситуаций. Почему это происходит? Потому что люди на этом зациклены, потому что все время человек в этом живет, и у человека есть такая иллюзия, что я сейчас это решу, и потом начнется моя другая жизнь. Но вы пытаетесь все время это решить, вы об этом говорите, но если вы проанализируете какой-то определенный отрезок времени, год, два, три, пять, то вы увидите, что ничего не произошло. То есть то, что вы думали, что оно исчезнет, оно не исчезает. Мало того, добавляются новые проблемы. Конечно же, мы себя утешаем, конечно же, мы себе рассказываем какие-то вещи, да не так уже плохо, но квантовых скачков изменений в вашей жизни не происходит. Ничего такого, чтобы вы могли назвать настоящими шагами, достижениями в течение года, можно очень сильно менять свою жизнь на самом-то деле, вы этого сделать не можете. И вы акцентируете внимание на каких-то мелочах, что не есть плохо, но объясню, почему и не есть хорошо. Для того, чтобы мы с вами могли притягивать в свою жизнь энергию успеха, а все, что у нас есть, это некие энергии, которые притягиваются, нам необходимо этой энергией успеха изначально обладать. То есть, для того, чтобы мы были успешны, один успех притягивает к себе больший успех, и нам необходимо найти свой успех. И тут начинается у людей, да какой успех, да ты посмотри, какой год, да я тут болел, да у меня тут деньги, да мне тут надо брать, ну в общем, как всегда все, да. Особенно у старшего поколения это выражается очень круто, то есть все расскажут, что не так. Теперь давайте коснемся ключевых моментов. Номер один, который вы должны можете прямо себе конспектировать. Один успех притягивает другой успех. Где найти свой успех? Я сделаю вам сегодня такое визуальное сравнение, которое для меня хорошо работает. Помните, зима за окном, снега, правда, нету, по крайней мере в Киеве. Да, у меня новогодние декорации, спасибо. Значит, помните, что надо сделать для того, чтобы слепить большого снеговика. Помните, сначала берется кучка снега такая, особенно в Киеве такой снег как бы бывает редко нормальный, и ты пытаешься из этой кучки сделать какую-то льдышку. И потом так аккуратненько, аккуратненько тебе нужно намотать большой ком. Вот наш успех выглядит приблизительно так же. Для того, чтобы мы с вами создали ком большой успех, на которой потом строили своего успешного снеговика, нам необходимо найти маленький успех. То есть нам его необходимо, простите, из говнишка собрать и абсолютно вот его каким-то образом слепить. Давайте теперь будем думать, каким образом мы это делаем. Вы, Виктория, первый человек, который читает книжку, у него меняется жизнь. Я таких не знаю больше. Итак, давайте начнем с того, что мы делаем. Значит, нам необходимо сконцентрироваться на том успехе, который у нас есть. Нам необходимо что-то в своей жизни собрать. Давайте я вам расскажу, что это может быть. Первый момент, первое ваше упражнение, которое вы можете делать, это прямо относится к ментальным практикам. Первое наше упражнение – это то, что мы начинаем акцентировать внимание, создаем себе список действий, которые вспоминаем, которые мы в своей жизни можем назвать успешными. Это может быть все, что угодно. Вы закончили школу, куда-то поступили, возможно, какие-то интересные контракты вы сделали, какие-то интересные сделки, привлекли клиентов, устроились на работу. То, что вы для себя определяете как успех. Ваша задача – сделать такой себе список, желательно, чтобы в нем было пунктов 50-60. Я вам сразу скажу, что после 10-го вы начнете запинаться, но ваша задача над этим – покорпеть. То есть вам нужно прямо вот сконцентрироваться на этом. И очень важно, чтобы вы, когда писали что-то, сами понимали, в чем здесь успех. Есть такой момент. Одни люди ставят очень маленький показатель успеха. Ну, то есть там, я не знаю, купил телефон – это успех для человека. Но для другого человека, например, это действительно является успехом, потому что это была непростая для него покупка. И ваша задача – реально подумать, что было для успеха для вас. Вот то, что когда вы говорите об этом, вы чувствуете, что это был ваш успех. И что было бы, например, если бы вы этого не достигли. И тогда мы понимаем, когда мы понимаем, что если бы у нас этого не было, мы понимаем, что, блин, это для нас успех. Ваша задача – сформировать себе этот список. Это самое первое упражнение, которое вы должны делать. И я вам рекомендую каждый день выделять себе по 5 минут для прочтения этого списка. Но не просто прочтения, а для того, чтобы, когда вы это читали, вы прям чувствовали, вот как вы наполняетесь. То есть вы должны читать это, понимая, что вы человек, который в своих глазах, это очень важно, для себя самого на что-то способный. Вот в чем для вас успех. Нам очень важно вспомнить о том, что для нас есть успех, что мы способны этот успех достичь, что мы его уже достигали. Это безумно сильная ментальная практика. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Поэтому вы создаете себе этот список, и ваша задача прям визуализировать, когда вы это проговариваете. Вы можете это говорить вслух или не вслух, это не важно. Вы прямо по этим спискам идете. Успехи, которые, то, что вы в своей жизни уже определяете как успех, то, чего вы уже достигли. Наша задача – собрать, вспомнить. Почему? Потому что всякий раз, когда мы с вами, так устроена наша психика, всякий раз, когда мы с вами концентрируемся на своем успехе, помните, как вы кому-то рассказываете о том, что у вас что-то получилось. Вы начинаете себя чувствовать гордым. Помните ваши ощущения, когда вы рассказываете о какой-то своей прекрасной любви или несчастной любви. Вы эти эмоции начинаете переживать. И в этот момент ваше тело это начинает излучать. Наша задача – разжечь костер внутри себя. И делать это регулярно. Это будет нашим минимальным, вот таким вот минимальным фитилечком. То есть мы с одной стороны, сейчас у нас два с вами образа. Первое – нам нужно разжечь огромный костер, и это наш фитилечек. Второе – второй образ, кому понятнее. Мы сейчас собираем наш успех по крупицам для того, чтобы сделать большого снеговика. Но снега у нас сейчас мало, погода не очень. И нам нужно сделать первую льдышку, на которую мы потом будем наматывать. Это наша первая техника. Когда вы вспоминаете и прочитываете этот список, вы должны в прямом смысле дрожать от удовольствия, попереживать это, вспоминать до мурашек о том, как это было, о том, какой вы молодец. Ваша задача – это сделать. Я бы вам рекомендовала изначально никому об этом не рассказывать, не показывать, и людям свойственно унижать других людей, обесценивать чужой успех. Я знаю это по себе, потому что я могу тоже обесценить успех любого человека. Поверьте, есть такое качество у нас. Иногда мы это делаем осознанно, иногда неосознанно. Но если ваш успех в этом, я вам расскажу, что для меня является одной самой части вибрационного успеха. Вы будете смеяться. Вы можете подумать, что это машина, которую я купила, что это квартира, которую я купила, что это там еще что-то. Нет. Значит, я училась на втором курсе университета. Я вообще в университете училась очень мало, на стационаре, потому что я быстро перевелась на заочное в связи с тем, что я попала в шоу-бизнес. Но мне всегда нравился предмет психология, но у меня его никогда не было. И вот он у меня появляется в университете. Я редко попадала на пары, но на психологию я попадала всегда. Мне было очень это интересно. Прям вот очень интересно. И мне дают задание писать рефераты. А я из тех древних людей, когда еще интернет, ребята, не было интернета у нас по домам, компьютера, это была редкость, и был только... пользовались библиотекой. В интернете еще было очень мало информации. И вот мне нужно написать дипломную, не дипломную, какую-то там работу, я уже не помню, как они назывались, по психологии маркетинга, продаж. Ёбси, надо идти в библиотеку, сидеть. А я неусидчивый человек. Я вот тот человек, который не может долго, знаете, там сидеть и что-то делать. Но я, как обычный студент, значит, все это откладываю на потом. Люди покупают какие-то рефераты. Рефераты была такая тема, я помню, раньше покупали, продавали рефераты. И я, значит, уже у меня остается очень мало времени, а преподаватель по психологии у нас очень серьезный. И мне не хочется ничего ни у кого покупать, потому что, ну типа, психология, это же мне нравится. То есть у меня внутренне идет такая заминочка. В общем, я беру какие-то книжки, уволакиваю, не помню, как их из библиотеки, тяну просто из библиотеки, а потом их вернула. Значит, я что-то начинаю читать на эту тему и понимаю, что нужно писать реферат от руки. Мне разрешали ничего печатать, потому что знали, что кто-то что-то покупает, и хотя бы нужно написать от руки. И я приезжаю, я еще жила с мамой там на Троещине, я приезжаю домой и начинаю писать этот реферат, значит, эту тему по психологии маркетинга. И вот, значит, я сдаю эту работу, вообще не до конца понимаю, что я там писала. И, значит, наступает день икс, там через неделю мы приходим, и нам преподаватель говорит, что, ну, ребят, это позорище. Просто то, что вы написали, ну, это просто позорище, это просто какой-то трындец. Начинает там говорить, вот этому два, там этому столько, этому столько, 12-бальная система. И в конце она подходит, так вот, бросает мне на парту мою эту летопись, и я вижу, что первая страница вся исписана красным. И говорит, единственный человек, который видно, что вообще в теме, и у которого есть свое мнение на этот счет, это вот и называется, значит, мою девичью фамилию. И говорит, там есть моменты, с которыми я подискутировала бы, но это мнение человека. Я сохранила эту работу по сей день. Вот для меня это моя вибрация успеха. То есть каждый раз, когда я хочу вспомнить о том, что для меня успех, я вспоминаю не дворец спорта с тысячами людей, не какие-то эти покупки, не деньги, не что-то. Я вспоминаю, как я написала сама эту работу, и эту гордость, которую я тогда ощущала, и все на меня смотрят со всех сторон, потому что там целым потоком, и я прям чувствую, ну вот какая я молодец. Поэтому у каждого вот эти моменты, вибрации успеха, они разные. Но ваша задача, первое упражнение выполнить так, как я сказала, и ваша задача с этого начать. Это момент номер один. Так, мне кажется, вы себе ставите оценку недостаточно высокую, со стороны вас впечатление, что вы очень высоки, даже более чем есть. Почему вы не идете сейчас выше? Спасибо вам. Почему я не иду? Я иду. Я каждый день иду. Я очень горжусь, прежде всего, перед самой собой за то, что я все время иду. У меня нет ни дня, ни любого состояния, что бы в моей жизни ни происходило, я каждый день повышаю свою планку. И то, какая оценка со стороны, вы говорите, она недостаточна, или ниже, или вот вам кажется, что я не иду, я ориентируюсь на свой внутренний барометр. Мне очень сильно повезло, потому что у меня нет предела. Я из тех людей, которых нет высоты планки, которую они хотят достигнуть. Она бесконечна. И это очень важно для меня лично. Это вот моя личная оценка. Мне важна моя личная трансформация, а не то, как меня оценивают со стороны, хотя, безусловно, мне приятно, когда обо мне говорят хорошие вещи. И, конечно, не всегда приятно, если говорят нехорошие. Но, тем не менее, я для себя приняла такое решение. Это мое олицетворение, моего личного внутреннего успеха, что я сама себе поставлю планку. Я прекрасный тренер для других, я шикарный тренер для себя. Мне в этом очень сильно повезло. То есть, во мне это внутри. Идем сейчас не обо мне. Давайте, момент номер два. Что мы дальше делаем с успехом? Мы сегодня говорим с вами о том, как раскачать в себе энергию успеха. Первый снежок, первое упражнение, кто только что присоединился, послушайте в записи, вы поняли. Начинаем наш снежок накапливать. Значит, что мы можем делать дальше? Наша задача, на чем мы с вами акцентируемся вообще в жизни? На всем подряд. У нас, я говорю о том часто вам, что мы абсолютно бессознательны в жизни. Мы пускаем в свой мозг абсолютно любые мысли, ситуации, людей, все, что происходит. Мы готовы обсуждать абсолютно любую тему, которая вот приходит. И мы не делим ее на то, полезная она нам или нет. Это мой любимый пример, как с едой. Это когда вы приходите и начинаете есть все подряд, молоко, кефир, огурцы, селедка, рыба, капуста, а потом, извините, вас пучит, вы рыгаете, у вас расстройство желудка и так далее. Уже люди как бы умеют, да, там понимать, что они будут есть, а что нет. То же самое, не то же самое. Гораздо внимательнее вы должны относиться к своим мыслям. И если вы хотите раскачивать энергию успеха, то первая ваша задача – это поставить забор на негативные мысли. Все, что касается того, что не имеет отношения к вашему успеху, не имеет отношения к вашему развитию, вы должны научиться отсекать. Причем в достаточно серьезной форме. Я не позволяю людям вокруг себя говорить о проблемах, страданиях, болезнях, обсуждать со мной какие-то ситуации, каких-то других людей, новости, смерти, разрушения. Все то, что не ведет мои мысли и мое состояние к успеху, к ощущению радости, в моей жизни отрезается. Это момент номер один. Это то, чем мы занимаемся на рерайтере жизни, в клубе, потому что это работа. Ну, я вам просто сейчас общими мазками говорю. Но второй момент – нам необходимо сконцентрироваться на чем-то другом. Естественно, чтобы раскачать в себе энергию успеха, мы должны сконцентрироваться на успехе. Что такое успех? Успех – это нечто, что приносит пользу. Это нечто, что приносит радость. Я вам изначально сказала, что нашему сознанию абсолютно все равно радует... Точнее, когда у нас есть какая-то эмоция, к чему или к кому она имеет отношение. Мы можем радоваться тому, что мы заработали миллион, но мы можем радоваться тому, что кто-то заработал миллион. Вибрация наша энергетическая будет одна и та же. И, соответственно, мы будем притягивать к себе еще больше того, что мы излучаем. Поэтому приучите себя замечать успех повсюду. Приучите себя радоваться за своих друзей, своих знакомых, радоваться за людей, у которых повысили на службе, радоваться людей, которые что-то удалось достичь в своей цели, радоваться за тех, у кого получается. Отписывайтесь и отстраивайте себя от всего, что несет негатив. Люди, которые обсуждают проблемы, люди, которые переживают тяжелые периоды жизни и хотят переживать их публично, уходите от этого. Это заразно. Я вам серьезно говорю. Приучите себя контролировать свою эмоцию. И когда вы смотрите на кого-то, и у вас включается зависть, раздражение, злость, задайте себе вопрос, почему я это чувствую? Ага, я это чувствую, потому что у него это есть, а у меня этого нет. Нет, я тоже себе это хочу. Но я же был на эфире у Ермиловой, и я знаю, что для того, чтобы достичь успеха, мне необходимо изменить свою внутреннюю энергию, вибрационную. И мне для этого нужен, помните, успех. Мне нужно его найти. И по сути, не важно, помните наш снеговичок, нам не важно, откуда мы будем брать снег, с соседского огорода или со своего. Нам все равно, нам нужен снег. Успех никому не принадлежит. Это энергия. И вы можете ее легко брать. Поэтому приучайтесь смотреть и видеть успех во всем. Я сегодня утром писала технику, которую тоже хочу проговорить. Эта техника касается того, что на самом-то деле успех нас окружает повсюду. Но мы с вами же этого не ценим. Представьте себе, что сегодня для того, чтобы вам достать воду, нужно идти в колодец, брать бедра, одевать сапоги, идти несколько километров для того, чтобы принести воду, потом согреть эту воду, потом помыться. Ведь мы же с вами, когда заходим в душ и включаем воду, мы совершенно этого не ценим. Мы не ценим с вами то, что у нас в доме тепло. То, что у нас есть батареи, у нас есть отопление, у нас есть газ с вами. Нам не нужно идти на костерчик что-то разжигать. Я не знаю, как вы, я в детстве часто бывала в домах, где нету туалета. И есть яма, да, с говном, простите, куда нужно ходить зимой в вонючую яму, летом в вонючую яму. И я хочу вам сказать, что это есть тоже успех, то, что сделано с канализацией. Поэтому, когда вы научитесь обращать на это внимание в те моменты, когда вам как-то, знаете, вот когда становится, ой, что-то опять не так, поблагодарите и увидьте в этом успех. Ваша задача внутри себя постоянно держать этот костер внутренней радости, понимать, что это ведь прекрасно, что у меня это так, что я живу в такое время, что у меня есть такие возможности. Можно радоваться своей еде, можно радоваться своему посудомойке. Если у вас есть посудомойка, вот я, например, каждый раз, когда вижу людей, у которых нету посудомойки, мне уже кажется, боже мой, ну, хотя я тоже огромную часть своей жизни мыла руками. Но это же совершенно другая вещь. Или стиральная машинка. А у меня еще есть, знаете, что сушильная машинка. Это вообще, вы понимаете, что вам не надо развешивать белье, а вы просто его сушите в сушильном аппарате. Пылесос. Вы просто вспомните, как раньше веником, не шваброй даже какой-то там, каучуковой, веником. Я помню, палас это называлось. Дедушка меня заставлял выметать этот палас веником, вот у него в конотопе. Поэтому еще раз, успех есть повсюду. И когда вы начнете думать об этом, обращать на это внимание, что будет происходить автоматом, вы перестанете думать о негативе. И интересно то, что когда вы вот эту вибрацию, этот огонек, этот комочек к себе соберете, снежочка еще побольше, вы начнете видеть, что в вашу жизнь приходят так называемые удачные стечения обстоятельств. Вы начинаете встречаться с нужными людьми, вам начинают делать интересные предложения. удача начинает к вам притягиваться. Это очень-очень важный момент. Следующее, на чем я хочу акцентировать внимание. Есть очень крутая техника, так называемые соностройки. Я ее очень люблю, уже долгое время. Для того, чтобы вам рассказать, как она работает, нужно объяснить то, что мы с вами живем, уже доказано, что у нас есть с вами одна реальность, которую мы можем с вами ощущать. Это наша реальность, которую мы видим с помощью глаз, чувствуем, нюхаем. И вторая реальность, это наша квантовая реальность. Суть квантовой реальности заключается в том, что все состоит из энергии. И, по сути, мы все с вами, как и любые предметы, которые здесь находятся, это одна энергия. А это означает то, что все в нашем мире является взаимосвязанным. И когда мы тянем за одну ниточку, мы автоматически дергаем и за другие ниточки. И суть квантовой реальности, фишка заключается в том, что мы с вами, благодаря своим мыслям, потому что в квантовой реальности есть две реальности. Есть сознание и есть энергия. И наше сознание в квантовой реальности, где все это энергия, наше сознание эту энергию формирует в то, что нам необходимо. И таким образом, с помощью своего сознания, мы с вами можем создавать все, что мы захотим. Просто делается это не в одночасти, а делается это, как я вам говорила, вот такими липками. Зачем я вам это говорю? А говорю я вам это за тем, что с помощью своего сознания мы можем с вами на энергетическом уровне, поскольку все является единым, соединиться и присоединиться к успеху любого человека, который для нас является олицетворением успеха. Теперь рассказываю вам практику, которую рекомендую вам сделать. Вы можете в своей нише или в своей жизни найти человека, чей успех вам нравится, чья жизнь вам нравится. Я бы вам рекомендовала, тут очень важно, находить человека, чья энергия вам нравится, потому что очень часто за атрибутами красоты и красивыми пакетами прячется пустота. Это тоже есть этому место. И там немножко другая история. Я бы вам рекомендовала искать людей, чья энергия, чьи результаты жизненные или в вашей нише, например, вам очень нравится. То есть вы считаете этого человека олицетворением успеха для себя. Что необходимо делать? Значит, упражнение следующего рода. Вы просто закрываете глаза, расслабляетесь и вы представляете себе этого человека. Вот представляете себе его. Постарайтесь его в голове в своей максимально, я это называю, размылить, размыть. И представить его не человеком, а энергией. Как представляется энергия? Обычно это какая-то цветовая гамма, какие-то формы, какие-то линии. То есть вы представляете его энергией. Представьте в себя точно такой же энергией. Вот есть он и есть вы. И представьте, как вы соединяетесь. Побудьте в облаке его энергии. Вот прям посидите и почувствуйте. Вот представьте, что вы с ним сливаетесь в одно. Вот прям такое должно быть энергетическое, такое, знаете, как вот смешение. Вот прям почувствуйте это. Можете включить в себе какую-то музыку, чтобы для вас это было вот, ну, вот как-то, знаете, по-настоящему. Почувствуйте вот такое энергетическое слияние. Попросите у этого человека помощи. Попросите его силы, его мудрости, его знаний, его энергии. И ваша задача прям вот ощутить себя и его, правильно, себя и его, как единое целое. После того, когда вы почувствуете вот эту силу, мощь, помните о том, что вы не отбираете у него, вы не забираете его, вы ни в коем случае его не вампирите. Вы присоединяетесь, вы присоединяетесь и вы заряжаетесь его энергией. Это хороший такой момент. После того, когда вы выполните эту практику, вы должны почувствовать, что вы как будто бы вот стали сильнее, мощнее. У вас должно быть такое приятное ощущение. Это будет рост вашей энергетики вот этого самого успеха. Уже этих техник достаточно для того, чтобы вы ежедневно прокачивали свою энергию успеха. Самым главным моментом и нюансом является контроль наших мыслей. Я вам об этом говорила. И когда вы будете больше прокачивать своего вот этого успеха, ваше сознание чаще будет напоминать вам о том, когда вы начинаете думать о чем-то не том, когда вы начинаете идти и заниматься какими-то странными разговорами. Вы прям будете чувствовать, что это странные разговоры. Да, вы непременно будете сталкиваться с тем, что другие люди будут очень сильно контрастировать на вашем меняющемся фоне. Вы будете видеть, что другие люди очень странные, они очень сконцентрированы на негативе. Вы будете, вас это будет бесить. И одним из самых важных моментов, о котором я говорю все время рерайтовцам, потому что это происходит чаще всего с людьми, которые приходят в рерайтер, они мне говорят, я не могу общаться с людьми, которые меня окружают. Они все негативные, они все постоянно меня тянут вниз. Это ощущается. Здесь самым важным моментом является удержаться и ни в коем случае не начинать пытаться, не начинать пытаться менять других людей. Потому что вы для того, чтобы вытянуть этих людей еще достаточно слабы, а для того, чтобы устать и свалиться к ним от раздражения, от обессилия, от чувства, что вас никто не понимает, это происходит достаточно быстро. Поэтому самое главное, когда вы начинаете прокачиваться и наращивать свой снежный ком, помнить, что вы взяли лепить своего снеговичка самостоятельно. Вот надо это понимать. И ваша задача, кроме того, что из маленьких снежиночек изначально слепили большой ком, еще и не дать другим людям, которые будут кричать вам, ну что ты лепишь, зачем ты это делаешь, он все равно растает, то у тебя ничего не получится не дать им сломать вас. Потому что, когда ваш снеговик станет большим, вас так просто не сломать. Вы будете уже себя по-другому чувствовать. Вы раскачаете в себе такой первый ваш фундамент успеха, и затем эти кирпичики начнете настраивать. Но изначально это будет происходить именно так. Поэтому помните о том, что именно то, на чем вы концентрируетесь, я это называю правило фонарика, то, на что ты светишь, то у тебя и растет. И если вы хотите стать успешным человеком, начинайте обращать внимание именно на успех. И умейте фильтровать, где есть успех, а где есть обертка. Потому что очень часто за красивой оберткой скрывается пустота. Суть успеха и суть жизни вообще человека, мое субъективное мнение, это его жизненная трансформация. Это то, что вы приобретаете внутри и то, кем вы становитесь в моменте того, когда вы идете за какими-то материальными благами. Потому что в жизни мы меряем успех материальностью. Мы говорим так, у этого хорошая машина, а у этого нет машины, значит, этот успешней. У этой дорогая одежда, а у этой дешевая, значит, это успешней. Материальные блага измеряются только в моменте физической нашей жизни. Но поверьте, наши внутренние трансформации, которые происходят, в данном случае материальное, ну, как бы, не меряется. Мы все равно с вами перейдем когда-нибудь на новый жизненный уровень и перейдем без шапарт, без парше и без прочих вещей. Эти вещи помогают нам двигаться в нашей жизни, потому что мы любим что-то, мы, наверное, такие люди, такие существа устроены. Но самое главное это то, как вы чувствуете, как вы изменяетесь внутри. Вы должны постоянно чувствовать свой рост. Вы должны чувствовать, что вы начинаете получать удовольствие от новых вещей. Ну, не вещей, которые в шкафу, а в принципе. Вы должны понимать, что у вас постоянно открываются ваши новые уровни ваших желаний, что вам все время интересно развиваться, что у вас появляется большое количество вопросов, на которые вам хочется найти ответа. Вот в этом и есть кайф движения, а не в том, чтобы, например, набить себе шкаф новыми шмотками. Это неплохо. Я ни в коем случае не говорю, что это плохо. Но если это превращается в смысл, это говорит о том, что внутри где-то есть пробоина, что нет внутренних смыслов. Внутренние смыслы сильно важнее. Именно они дают вот это ощущение счастья, кайфа, успеха, чего-то гораздо более важного. Так, я вижу, что есть много вопросов. Я сейчас посмотрю, что вы пишете. Так, главное, каждому хорошо проработать свои установки. Даже профессионалы есть всегда куда расти. И считаю, что не существует такого понятия, как профессионал. Человек, который называет себя профессионалом, мне кажется, это человек, моё, опять-таки, мнение, который хочет казаться, ну, типа, знаете, кем-то другим, лучше, чем он есть, который хочет быть выше над кем-то. Я, профессионал, а вы не очень. Я считаю, что все мы в жизни в этой ученики. И вот и всё. Просто каждый находится на своём уровне познания, ни больше, ни меньше. Так, согласна с вами абсолютно, блоки из детства про глаз топорят, типа, нельзя свою жизнь показывать, и так хочется вести блог про путешествия нашей семьи. То, на чём вы акцентируете внимание, ещё раз говорю об этом, то и растёт. И когда вы акцентируете внимание на страхе и считаете, что если я кому-то покажу, то будет от этого плохо, то так и будет. Будет так, как вы решите. Любые установки это то, что создают люди сами. И люди сами в них верят или не верят. Помните, по вере вашей дано будет. То, во что вы верите, то и работает. Вы это должны понимать. Так, сейчас я, наверное, перелесну чат сюда. Да, так будет проще. Почему, как только начинают, так сразу кто-то заболеет, то сама-то дети. Это внутренние блоки ограничения, которые у вас стоят, ваши страхи. То есть, у большинства людей страх перед тем, чтобы изменяться, настолько высок, что тут же начинают всплывать такие вещи. Если вы на самом деле хотите изменений, вы должны своему мозгу каждый день говорить, мы с тобой будем меняться, вне зависимости от того, что ты будешь делать. И если ты сейчас решишь, что будут какие-то болезни и так далее, я тебе обещаю, что меня это не остановит. И вы должны пройти этот путь своих внутренних страшилок. Мне кажется, так, это я уже читала. Покажите работу красным расписанную. Я когда-то где-то найду ее, она у меня в ящиках лежит, обязательно покажу. Я о ней так часто говорю. Как вы поддерживаете фигуру? Да никак. Так, добавлю себе это упражнение к написанию книги своей жизни. Да. Так, как только начинаю, ага, это я уже ответила, как только прослушала сегодня урок по отслеживанию мыслей, сразу стала замечать это у других и стала обрывать их в свою сторону. Ну вот, самым дурацким действием, которым вы можете начать заниматься, это менять других людей. Ваша задача сконцентрироваться на себе. Если вы хотите менять других людей, вы можете писать посты, вести эфиры, в принципе, делать то, что делаю я. Но заметьте, люди ко мне приходят меняться по собственной воле. Первое, я никого не могу заставить сидеть слушать свой эфир или запись своего эфира. Второе, люди платят деньги для того, чтобы прийти ко мне поучиться. Это такой очень важный момент, когда человек деньгами выражает свое намерение личное, что-либо в себе изменить. Так, ага, это я уже почитала, это я уже почитала. Мы же не бездушные, чтобы не обращать внимание на то, что, например, болеет мама. Конечно, мы не бездушные, но мы должны понимать, а почему мама болеет тоже. Очень часто мамы болеют, потому что очень сильно не хотят отпустить нас. И эта болезнь касается именно того, что мама очень сильно желает управлять вами. И до тех пор, пока вы не разрубите эту связь, мама таким образом будет привлекать ваше внимание, точно так же, как дети в детстве привлекают внимание мамы. Почему я и говорю вам о том, что вопрос самопознания и понимания вселенских законов крайне важен. В противном случае, если вы в этом не разбираетесь, вы превращаетесь в жертву. И вы оправдываете все в своей жизни тем, что я это все делаю ради мамы или ради кого-то. Жизнь у каждого из нас своя. И мы единственное, что должны делать, это делать что-то ради себя. И познавать себя ради того, чтобы тебе было хорошо. Потому что, когда я знаю, как сделать хорошо себе, я точно знаю, что мне нужно сделать для того, чтобы и остальным было хорошо. Если же люди, большинство людей строят свою жизнь на формате того, чтобы превратить вас в должника, в жертву. И родители наши, поскольку большинство из них жило абсолютно в неосознанное время, когда вообще об осознанности не шло никакого порядка, единственное, что хорошо научились делать, это манипулировать. А манипулировать самым примитивным образом это что, болезнь, мне плохо. Как вы манипулируете мужчиной, когда вам нужно, чтобы ваш мужчина что-то сделал? Мне плохо. Мне все из-за тебя плохо. Про вот вернитесь в свое прошлое, в настоящее и посмотрите. Для нас болезнь стала предметом манипуляции. Это то, почему ребенок знает, что если он заболеет, его не будут заставлять убирать, не нужно будет идти в школу. Взрослые точно так же знают, что если он заболеет, то ему все простят, не нужно будет идти на работу. Люди настолько привыкли манипулировать этим. У меня были сотрудники, у моего мужа были такие сотрудники, которые могли сказать, что у них умерла мама, если они вовремя не возвращались после, господи, времени проведенного дома. Они могли такое сказать. У меня умерла мама, они говорили. Понимаете? Поэтому люди очень интересные создания. Суть в том, чтобы хотя бы по пустым поводам не изводить себя и контролировать, переводить в плюс. Суть не в этом. Суть в том, чтобы научиться полностью осознанно управлять своей жизнью, создавать свою прекрасную, успешную жизнь. Суть жизни не в том, чтобы выживать и питаться остатками. Суть в том, чтобы создавать офигенную жизнь. И вы можете ее создать. Вы можете создать любую жизнь, любую реальность. Вот в чем суть. В то время, пока вы сидите и уговариваете себя, что главное как-то выжить, и не так у меня все плохо, вы на самом деле просыраете свою жизнь реальную, потому что она у вас может быть абсолютно другой. Суть в том, чтобы громкость свою не по чуть-чуть поворачивать. Я сейчас вам дала техники для поддержания успеха, но я не сказала вам главное. А дальше вы должны написать свой самый смелый, большой и крутой успех. Не имели пиздрическими шагами, не растягивая это на всю жизнь, а решить раз и навсегда, каким вы хотите быть, и начать каждый день соответствовать этому себе. Вы так все растягиваете свою жизнь, как будто бы у вас впереди 150 тысяч лет, это неправда, их нет у вас. И вы за год можете сделать сумасшедший скачок в своем развитии. Но да, для этого нужно настроить свой мозг на это, для этого нужно начать контролировать то, что ты думаешь, для этого нужно начать программировать нового себя. А у нас все так, я по чуть-чуть, чуть-чуть решил, чуть-чуть течь забрал, и нормальненько, и хорошо. То, что у вас сегодня есть, вы можете поблагодарить свою лень за то, что у вас так мало на самом-то деле. И для того, чтобы вы могли строить, вы должны собрать все, что у вас есть, а дальше приумножать это в стократном размере постоянно. Потому что если вы не будете в это вкладывать свою страсть, желание, энергию, если вы не будете руками своими, головой своей каждый день создавать по крупицам все, вы травливать из себя мысли бедного человека, вы травливать из себя неудачи, вы травливать из себя страхи, выжимать их, вырывать их, делать открытую операцию. Да, в нас их много, но вы можете это исправить, и вы можете совершенно другими вырастить своих детей. Неужели это не является для вас мотивацией? Избавить своих детей от всех тех травм и говнища, простите, которым наши головы просто забиты, как отрубями. Поэтому история не про то, чтобы убрать из себя занозы. История про то, чтобы выстроить свой новый жизненный сад, огород, блин, что хотите. Но вы можете это сделать. И в тот момент, когда вы себя жалеете, в тот момент, когда вы сидите и говорите себе, да не так все плохо, да я радуюсь за то, что она обставлена пакетиками. А что вы для себя делаете? То, что вы радуетесь, это прекрасно. А делаете-то вы что? Что вы делаете? Я сейчас провожу вопросы все время в сторис, и люди говорят, я радуюсь ее успеху, я осознаю, что я могу изменить свою жизнь. А что ж ты ее не меняешь? Что ж ты сидишь, фантазируешь, мастурбируешь свой мозг, но ничего нового принципиально не делаешь? Не заставляешь себя, не берешь свой мозг в руки, и точно так же, как свою толстую жопу заставляешь приседать, точно так же свой мозг заставляешь работать в другую сторону. Что ж ты позволяешь ему атрофироваться? Что ж ты все время живешь во всех этих проблемах? Все время это все разгребаешь. Что ж ты не можешь сказать своему окружению? Стоп, хватит, я не хочу больше, я не буду больше это слушать. Я вместо этого пойду и сделаю свои ментальные практики, я вместо этого пойду на классный марафон, я вместо этого напишу свою книгу, я буду медитировать, я буду работать над собой. Что ж вы этого-то не делаете? А сидите и радуйтесь за других. Тут, понимаете, несостыковочка есть. Радоваться мало. Признавать успех мало. Нужно его создавать. Создавать свой успех своими руками, своими мозгами, своей головой. Его никто, кроме вас, не создав. Вот что вы должны осознать, понимаете? Пока вы этого не сделаете, это не произойдет. Мало фильтровать мысли. Вы заметьте, я вам говорю, работайте над собой. А вы, очень обрадованы, узнав, что такое негативные мысли, начинаете свою энергию тратить на то, чтобы других людей научить. Учителя. Все хотят стать коучами, учителями великими. Со своей жизнью, мать ваша, научитесь что-то делать. Себя научитесь брать в изжогу и рукавицы и заставлять свой мозг трудиться каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. Я делаю практики каждый божий день. Я никогда не ложусь спать, чтобы не сделать это. Я могу забыть почистить зубы, но это никогда, потому что я строитель своей жизни. Я не человек, который в ней случайно проезжает и машет и говорит, ой-ой-ой, что-то у меня не получилось, вокруг так много несчастных людей. Нет, мне все равно, кто вокруг. Я знаю, кто я, чего я хочу, я знаю, какая моя цель, и я иду к ней день за днем. Вот что важно. Важно не поддерживать себя, не только достать себя из говнища, важно создавать себя, лепить себя, строить себя, свою каждую мысль, свое каждое состояние, свое каждое настроение. Вы без этого не сможете. У меня приходят в рерайтер тоже люди и говорят, ой, что-то три дня хорошее настроение, а два дня не очень. Что ж такое? А как вы думали? А как вы думали, что вы приходите, и все начинает происходить? Нет такого. Такого не бывает. Вы себя сами строите. По кирпичам, по мыслим, по секунде, по миллиметру вы себя строите. Понимаете? Есть такие люди, как я, которые вас направляют, но мы не можем вас создать. Создать вы можете себя сами, и никто больше. Вы можете ныть, вы можете говорить, что вы очень успешны, вы можете что-то о себе думать. Что вы делаете? Только ваше действие определяет то, кем вы являетесь. Потому что ваши мысли – это тоже действие. Чтобы правильно мыслить, себя нужно контролировать, себя нужно заставить, нужно пести дневники, нужно писать себе, как принц у Золушки. Помните? Сколько раз он посмотрел, сколько раз сегодня дерьмо ко мне в голову залезло, сколько раз я сегодня подумала себе плохо, сколько раз я сегодня сказал себе «я устал», сколько раз я сегодня проговорил себе, что я не буду этого делать, сколько раз сегодня я листал ленту Инстаграма и читал дурацкие посты вместо того, чтобы заняться собой, сколько раз. Вот чем вы должны заниматься. Тогда ваша жизнь будет меняться, а не тогда, когда вы просто думаете о том, чтобы как-то начать. Рерайтер жизни не изменит вашу жизнь. Он не может этого сделать, но он может вам показать, научить. Я могу дать вам очень многое, но менять придется вам. Вам. И это кропотливая работа, но это самая лучшая работа. Потому что в этой работе вы не только можете получить дом своей мечты, отношения своей мечты, машину, квартиру. Вы себя, блядь, можете получить. Вы можете получить человека, которого вы будете уважать, который вам будет интересен, которого вы будете вдохновляться и думать «Вау, какой я!» Когда я вспоминаю себя год назад, месяц назад, неделю назад, я всегда вижу, в чем я выросла. И я за это себя уважаю. Да, я не идеальна. Да, я несовершенна. Да, у меня огромное количество еще всяких приколов. Но я все время расту. И меня ничто не останавливает вообще. И я за это себя уважаю. А уважение к себе – это мощная энергия успеха. Потому что когда ты понимаешь, что ты, блин, черти что, что ты сам на себя положиться не можешь, что ты не можешь, не держишь обещанное данное себе слово, что ты не умеешь ставить никаких себе целей, что бесполезно, что ты напишешь на Новый год на бумажке. Потому что эта бумажка все равно ничего не сыграет в твоей жизни. Ты делать-то ничего не хочешь. Ты не можешь заставить мысли свои себя фильтровать. О каких действиях идет речь. Вот, ребята, в чем дело. Я хочу, чтобы вы это услышали. Я хочу, чтобы вы понимали, что нужно начинать сегодня, сейчас, не ждать. Если у вас появится вот эта кнопка, которая есть у меня, я безумно благодарна, что я родилась с этой кнопкой, тогда вас будет все время штормить, и вы будете улучшаться. И вопрос не в том, сколько денег у кого на счету. Всегда есть кто-то, кто богаче. Вопрос не в том, покупаете вы сумки Шанель или вам нахер они не нужны просто. Вопрос в том, что вы двигаетесь. Жизнь в этом. Жизнь в ощущении того, что ты внутри трансформируешься, что ты становишься глубже, что ты себя познаешь, раскрываешь. Это какое-то удивительное ощущение. И в этом твой успех, а не в очередной какой-то покупке, которая, безусловно, является приятной. Но чем больше ты будешь себе иметь возможность позволять, тем меньше для тебя это будет иметь какой-то смысл. Настолько, чтобы вот... И сегодня Сережа говорила о том, что ты знаешь, когда-то у меня была мечта, чтобы у меня была гардеробная забита самыми дорогими сумками. Сейчас я думаю, что это самое идиотское, что может сделать богатый человек. Купить себе столько сумок, сколько он не в состоянии выносить. Зачем? Я лучше буду собирать стадионы и бесплатно качать людей. Я лучше буду что-то строить. Я лучше буду путешествовать. Я буду делать всё, что угодно, но не забивать тупыми вещами, бесконечными эти стенки. И что? В успехе сумки... Главный успех – это её создатель, который сумел из сумки сделать для людей культ. Вот в чём успех сумки. Когда у тебя эта сумка одна, две, пять, ещё ладно. Но когда у тебя их двести, вам не кажется, что это деградация мозга, а не успех? Простите за мою эмоциональность, но в этом есть вся тётя Оля. Итак... 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 Мне нравится всегда, какой-то замечательный человек напишет «Раньше было горячее», «Раньше была сгущёнка слаще». Друзья, давайте подведём итог. Успех есть в каждом из нас. Вселенная создала нас, а мы – её часть. И Вселенная всё создала в этом мире как успех. Мы все с вами рождены для успеха. Это важно осознать. Важно понять, в чём этот успех для вас. Важно найти его в себе и взращивать каждый день, пока ваш маленький листочек не превратится в крупное и мощное дерево. И для этого вам нужна постоянная, ежедневная работа. И вот в постоянной, ежедневной работе я вам могу пригодиться. Потому что главная проблема людей в том, что они быстро забывают. Вы сейчас посмотрите этот эфир, погасните спустя какое-то время, и у вас начнётся своя жизнь. Вы будете вспоминать, да, надо как-то зайти там, подпитаться. Вам нужно не подпитаться. Вам нужно подключиться ко мне, как крыска, рождённая к маме, к сиське, и не выпускать мою сиську изо рта. Вам нужно просто в меня вбить все колышки и мощно над собой работать каждый день. Потому что я делаю это каждый день и заставляю всех своих рерайтовцев делать это каждый день. Поэтому, дорогие рерайтовцы, которые уже выпустились, возвращайтесь в клуб. Я знаю, что вы долго собираетесь и обещаете себе, что я непременно сделаю ща-ща-ща, скоро-скоро, как было хорошо. Возвращайтесь. Работать нужно каждый день. По-другому вам не достичь. Постоянного, классного, офигенного, внутреннего ощущения. Вы можете достичь видимого успеха, но внутренний успех – это ощущение себя. Это понимание собственной силы, собственной мощи, понимание ответов на вопрос «Кто я есть?», «Зачем я есть?». Я вам в этом точно могу помочь. Поэтому возвращайтесь. Наш новый поток рерайтера жизни, для тех, кто у нас ещё не был, стартует 2 января. Сейчас у нас самые низкие цены, хотя вряд ли это должно кого-то сильно мотивировать или останавливать. Я думаю, что данный вопрос бесценен, но тем не менее. Ребята, хватит ждать, хватит оправдываться, хватит искать несовершенства на солнце. Пора заняться своей собственной жизнью, пора заняться собой и полюбить это дело. Перестать менять мир и начать с самого себя. И тогда всё непременно у вас получится. Поэтому, обнимашечки всем, я вас очень попрошу, будьте хорошими людьми. Я сейчас этот эфир опубликую. Не обессудьте, зайдите, оставьте пару слов про эфир. Не забывайте о том, что благодарность – это мощная оплата. Благодарить и вы всегда находятся те, кто поблагодарят и вас. Спасибо всем большое. Жду вас на рерайтере жизни.